Здравствуйте, уважаемые зрители! Мы продолжаем разговор, начатый в предыдущей программе, потому что слишком много информации. Я надеюсь, вы смогли это осилить, предыдущую нашу запись. Мы решили ее все-таки разбить на две, а может быть даже и на три, потому что очень много информации, а тема очень непростая. И рассказать, и подумать. Да, и рассказать, и подумать, и следить. Значит, московская редакция агентства Росконформации продолжает вас знакомить с тем, что происходило в области религиозных знаний. Изысканий. И изысканий. Да, изобретений, подготовки новых инструментов. Где-то в первых столетиях нашей эры. Нашей эры, да. Вернемся на 1500. На две. Ну, почти, да. От 1500 до 2000 лет назад по официальной хронологии. И продолжим рассматривать, что же там происходило. С нами наш эксперт по этим древним временам, Вальтер Аваков. Здравствуйте. Слушайте. Так. После последней нашей передачи мы получили много откликов и вопросов. Пожеланий, естественно, и дискуссионного плана. Мы хотим, наверное, каждый раз будем говорить об этом. Наша задача не курс лекций по истории Европы, Ближнего Востока и России. А мы показываем механизм, каким образом исследуемые нами существа, каким образом они форматировали действительность под себя, под свои интересы. Ну и, соответственно, какими методами они пользовались и насколько успешно это все у них происходило. Поэтому мы именно показываем механизм. А деталей очень много. Вы все люди образованные. Вы уже можете подобрать дополнительные детали. Когда знаешь, держишь волшебную перфокарту в руках, перфокарту истории, ты можешь ее накладывать на любые события и, соответственно, определять структуру этих событий, находить цели, причины, источники. И тем самым даже предопределять исход, что может произойти. Тема христианства действительно настолько обширна и показательна, что мы будем рассказывать. Это, наверное, не единожды еще в разных темах, но сегодняшняя передача посвящена внедрению христианства в жизнь народов Римской империи с вполне понятной целью. Значит, как сказали, создавался такой аппарат духовно-культурный, такой вот репрессивный аппарат подавления человека, индивида. И в итоге, как вы все можете наблюдать, значит, это привело к тому, что был создан по-латински homo obedience, человек послушный. Но мы остановились в прошлый раз на регионах, в котором Египет и Палестина, где находились авторы произведений. Ну, остались еще вопросы, и мы должны завершить эту тему. И вот, что мы будем вам рассказывать. Значит, я в прошлый раз говорил вам, предложил посчитать, сколько было репрессивных императоров, да? Значит, это касается той темы, что наши ребята, авилонские шрицы, они очень тонко оценивают ситуацию, умеют выбирать нужных людей, нужное время. Очень правильно их возвышают, подтягивают к себе. Правильно для своих целей. Для своих целей, да. Причем, насколько точно, что просто иногда диву даешься, как филигранно все это проходит. Главное управление – это управление кадрами? Да, это… Кадр решает все. Кадр решает все. Вот эта фраза, вот она не случайно. Известная, да, фраза коммунистов. Кадр решает все. И мы говорили о том, что при помощи Юлиев Клавдиев, ребятам нашим нужно было взломать патриархальные устои. Им это удалось еще до появления христианства, естественно. Почва была подготовлена, потом в нее были засеяны семена. И по ходу я вам тогда скажу… Почу флавит. Да, по ходу я вам скажу, что на будущее, на будущее. Мы будем обращать на это внимание. Вот на какой аспект. Это тоже элемент перфокарты, который мы вас вооружаем. Значит, все, кто общался с этими ребятами, а ребята эти достаточно сильно воздействуют на людей, на простых, да, все, кто обычно выходит на уровень первых министров, визирий, рейк, ролейк, как угодно, султанов, шахов. Ну, то есть политическая элита. Элита, причем верхней части. Высшая политическая элита. Кто соприкасался с этим… Это не касается среднего звена государственного управления, это не касается среднего звена армии. Нет, нет, нет. Вот все, кто имел возможность прикоснуться и общаться с этими людьми на протяжении какого-то периода, да, у тех происходила смена сознания и деформация психики. И вот тут это вот мы вас снабжаем этим. Вы можете уже и сами подобрать в истории столько примеров, когда вот все вышеуказанные должностные лица в разных государствах, при разных правителях, в разные времена, они просто неадекватно себя вели. Начинали неадекватно себя вели. Начинали с какого-то момента неадекватно себя вели. Обычный обычный обыватель, сидящий у телевизора, это может сказать, что звездная болезнь, человек слишком долго находился во власти, у него началась… На голове выросла корона. Корона, да, и оказывается, это следствие немножко других процессов. Да, да, потому что при контакте с людьми там сильное воздействие идет, негативное, понятно, воздействие идет. И у власть придержащих, у них просто начинает… Разрушаться. Разрушаться, да. Физика, крыша едет, что называется. И первым самым наглядным примером этого дела являются те же наши известные Юлии, Клавдии, Октавианычу Холитане шло, а вот Тиберий, Клавдий, Каллигула, понятное дело. Нерон, это вам ярчайшие примеры. И это, кстати… Ушка просто уехала. Да, там напрочь. И это, кстати, вот показательный пример, чтобы вы могли вот эту перфокарту теперь кругом накладывать. Вот. Что не просто так власть бьет в голову, там вседозволенность, там тебе поет Диди Ферамбы, ты великий, ты хороший. А это еще от того, что он общается с нашими ребятами, да. Вот. Совершенно по-другому обстояло дело с нашими Флавиями. С нашими Флавиями. Значит, как в прошлой передаче Владимир рассказал, они были… Во-первых, это были люди невысокого уровня происхождения, вот. Из военной среды. Да. Они как… Генералы. Говорили, что они не имеют изображений предков, поэтому, ну, о чем с ними можно говорить. Да. Они службисты такие, абсолютные там… Высокопоставленные генералы. Да. И причем 20 с лишним лет провели, подавляя восстание в Европе, вот. Но отличились, как мы с вами знаем, тем, что подавили, вот. И при этом теперь мы будем делать вкрапления с Владимиром, да. Значит, при этом они, как мы вот глубоко убеждены, отличились не тем, что они завоевывают территории или удерживали эти территории, а тем, что вот печальная участь друидов, да, это лесная и там полевая какая-то вот природная магия, да, вот. Они смогли их всех уничтожить, все свидетельства о них, все предметы культа, святилища, хапища, вот. Все, что можно было, то есть вырезать полностью эту религию. Ну, то есть автохтонная культура Северной Европы. Она пала под воздействием даже еще и значительства Рима. Да, да, вот. И мы считаем, что это как раз и было их достижением, заслугой перед нашими ребятами. Они все это дело оценили, поэтому, естественно, когда они столкнулись с иудейским восстанением, да, еще, смотрите, сейчас, значит, они же на протяжении двух с лишним тысяч лет до этого, они жили в другой визуальной парадигме, там, пирамиды, зиккураты, статуи, да, вот, богов, и они это довели прямо вот культ бога императора, да, вот. Все должны поклоняться статуе, понимаете, как, вот. И они, поэтому не могли понять, а что происходит, почему они давят иудейское восстание, здесь потопили в крови, там потопили, а оно вспыхивает, то в Александрию, в Египте. Там потопили, тут опять вспыхли. Должны были быть источники передачи информации. И это для них стало действительно открытием, что иудеи, это уже другая ипостась. Передача знаний не через визуальное поклонение богам, там, через стату императорам, да, вот, а через написанные книги. Поэтому, собственно, иудеев называли люди книги. Ну, кстати, странно, вроде вышли-то из одного вот этого субстрата, могли бы знать, в общем, эти вещи. Удивительно, почему они сразу не сообразили. А может быть, просто не было инструмента. Они попытались задавить силы, а потом оказалось, что это не получается, и тогда они начали готовить более серьезный инструмент. Это еще одна причина того, что они сменили оружие порабощения, инструмент, понимаете, с меча на книгу, на Библию. Вот. Собственно, саммиты Флавии, как мы говорили, были невысокого происхождения. И мы что видим с этого момента? Что Флавии, став императорами, они начинают тихонечко расправляться с патрициями. То есть они начинают уже размывать сословную структуру. Кого убили, кого отравили, кого сослали. То есть усиливать абсолютизм. И да, вот это тоже такая работа. А на их место в Сенате они стали набирать людей из провинциальной знати. В принципе, этого никогда не было, потому что до этого провинция была провинцией, неважно, она египетская, авилонская, финикийская, кореческая там. А столица была столицей. Все понимали, что, чтобы чего-то добиться, нужно ехать в столицу. Кстати, как вы понимаете, мы же делаем, не просто рассказываем историю, а мы делаем параллели, проводим. Поэтому устройство государства у этих людей всегда ориентировалось на то, что есть столица, в которой все происходит. Есть провинции на местах, где что-то происходит. И ничего не происходит. Десятилетиями. Да. И если ты хочешь чего-то добиться, значит, тебе нужно вставать и ехать в столицу. Значит, ну, в принципе, если посмотреть на нашу страну и на похожие страны, то как бы все это... Да, практически на все страны современного мира. Вот этот механизм, он остался абсолютно, законсердировался в таком виде. Вот. Но ребята наши, они как бы не презирали или там не относились к людям, к нам с вами, да, скажем. Они свои слова держат, и они расплачиваются. С Юлиями и Клавдиями они расплатились славой. И мы с вами все знаем пятерых Юлиев, Клавдиев, весь мир их знает, да. Все. Понимаете как? Вот. А с Флавиями они расплатились не славой. С Флавиями они расплатились тихой властью. Сейчас объясню. Ну, значит, в прошлой передачи я... Был эпизод, когда я просил вас припомнить, сколько было императоров, да, за 400 лет, через 50 лет. Сколько было императоров в Риме? Я сам сказал 50. Значит, неа. Ну, там были в Западной Рейской империи, Воспочной. Ну, в общем-то, их порядка 150 было императоров. То есть, вот представляете, да, после Юлиев, Клавдиев и после первых Флавиев, Веспасиана, Титита и Томициана, А вот, да, понятно, что там потом были там Антонины, Северы, куча солдатских императоров, Но из 450, грубо говоря, 70 лет императорского правления в Риме, примерно 150 лет, у нас приходится на Флавиев, вот так вот, ни много ни мало. А как это, знаете, а очень, опять-таки, посмотрите, как вот по-язунистски это все происходит. Флавии пришли после Клавдиев лет на 20, ввели, узаконили христианство и спокойно ушли. Ну, Антонины там потом разгребали все это дело, да. Потом вся эта чехарда с адскими императорами, которых приводили легионеры на трон. И, значит, в 306 году нашей эры на престол зашел Константин, тот самый, который потом принял решение, что официальной религии Римской империи будет христианство. И созвал Никейский собор. То есть, в принципе, покураживался народ на императорском роне. А потом ребята сказали, не, не, теперь давайте снова продолжим. Уже разограли Рим до безобразия там, все взломали, все устои пропали, то есть переформатировали империю. Ну вот, и после этого... Ну, Западная Римская империя, в конце концов, пала. Да, это и Восточная тоже потихоньку рассыпалась. Вот, вернее, извините, Западная пала, причем достаточно позорно, мы будем об этом говорить. Восточная рисовала еще тысячи лет, там свои особенности были, поэтому мы тоже будем говорить. Вот, но фактически с 306 года до нашей эры и до 476 года, когда Рим пала окончательно, Западная Римская империя, да. Вот, все это время правили Флавии, все же спокойно. Вот, они были богатейшей семьей, естественно. Вот, и они там спокойно правили. Вот, таким образом наши ребята расплатились с Флавием. И на самом деле Флавии много сделали для Рима. Вот, остальные императоры не так много сделали. Ну, тоже, как говорили, но вот с Флавиями рассчитались вот так вот. Значит, Флавии же в 395 году нашей эры, Феодосий I, разделили империю на Восточную и Западную. А вот, а через 80 лет Западная империя потихоньку рухнула. Это вот... Рухнула, надо сказать, что под натиском варваров с Востока. Да, это интересный момент. Это мы будем говорить, как они заигрывали с варварами с Востока. И кто это были за варвары. Кто это были за варвары. Как раз, да, предки русского народа и были. А вот эти вот, великое переселение народов там, да, знаете, вот об этом мы поговорим. Варвары пришли. А сейчас я хотел бы обратить ваше внимание на абсолютно необычные особенности христианства. И вот такие. Многие там радикально антицерковно настроенные люди говорят о том, что, значит, вот, это религия рабов там, да. Ну, на самом деле, если, собственно, как мы сказали, это был изобретен новый механизм подавления и приведения к покорности. Поэтому, как мы с вами знаем, основные тезисы у нас такие. Терпи. Несправедливость, да. Терпи. Смиряйся. Понимаете, потому что рабам было уже тяжело. И рабы были слишком разношерстные в римской империи. Но, в общем-то, всем говорилось. Терпи. Учил Иисус. Терпи. И смиряйся. Второй самый известный тезис. Это люби и прощай своих рабов. Ударили по левой, поставь по правую. Это тоже относится к смиряйся. И мы сейчас очень укрупненно, просто показываем. И третий тезис, понятно, верь. То есть, это очень сильный тезис. Не забывай отдавать Цезарю Цезареву. Ну, там много всего такого, да. Но мы просто говорим основное. Понимаете, как мы сейчас просто говорим. Да. И вот, собственно, Цезарю Цезарева, а Богу Богова. А Слесареву Слесарева. А Слесареву Слесарева. Поэтому есть Бог, нету Богу. Был Иисус, не был Иисуса. Это не важно. Ты верь. Вот просто вот верь. Что все вот так и есть. Понимаешь? Ну, соответственно, понимаете, или ты не могла с этим смириться. Ну, обычно элина-то. Элина-то, аристократы-дворяне, как мы сейчас говорим. Да, просто там богатые люди. Потому что бытовые и общественные традиции были таковы. Зуб за зуб, око за око. Это все как раз существовало в тот момент, да. Что элита вообще никогда не считала рабоваться за людей. Она свободных граждан за людей не считала. А рабоваться тем более. Поэтому элита очень долго не принимала новую религию. А, собственно, от нее никто и не требовал, чтобы она принимала эту религию. Да, даже еще в царской России были разные требования, между прочим, в исполнении возможных религиозных ритуалов. Да. Дворянам и к простолюдинам. И к простолюдинам, да. Вот. Дворян были более простые и щадящие правила. В тот момент, значит, когда уже стало понятно, что Римская империя потрясена, когда она уже никакая. Соответственно, падение и рабов, и порядка, дисциплины всех сторон жизни, много неопределенностей, да. Ну, вот, и были приведены к власти второе поколение, можно сказать, флавиев. Также спокойно, совершенно спокойно объявили, что не будет у нас столько церквей. Империя большая, как мы с вами говорили. Средиземное море, это внутреннее римское озеро, да. Озеро империи. И поэтому, как бы, одна палюта, одна власть, одна религия. Вот и все. И, соответственно, когда в 300... Один народ, один фюрер. Очень похоже, да. Когда в 313 году было все-таки принято решение о переходе в единую религию, вот, то, соответственно, мы с вами прекрасно понимаем, что в 325 году у нас состоялся Никейский собор, да. Ну, как, все... Очень интересное дело, понимаете. Мы с вами не историю пересказываем, а вот все, кто жил в России, вырос, застал события перестройки и все, что было после перестройки. Вы меня поймете быстрее остальных. Вот, значит, представьте, огромная римская империя, многобожия, много религии, много религий, много богов, христиане, нехристиане, язычники и те, и другие, огнепоклонники, иудеи, кого только нету там, да. Вот, и тут объявляется, что не-не-не-не-не-не, теперь один бог, одна религия, один бог, да. А куда девать всю эту армию жрецов, исполнителей, обрядов? Ну, храм, понятно, можно разобрать на кирпичике, предположим, да. Ну, можно просто немножко переделать внешний вид его. Да, можно внешний вид переделать, да. И вот почему я сказал про тех, кто врос в Советском Союзе, застал перестройку и потом вот увидел все, что происходит. Значит, по своей сути, Никийский собор, он уже решал много задач. Он не только выбирал, по какой Библии потом люди будут жить. Понятно, что еще была Библия Магдалины, Библия Сатаны, Библия Варнавы. Вот, ну, выбрали, определили четыре Библии там. Четыре варианта. Четыре варианта определили. Вот, и с ними, значит, их утвердили, как официальные источники. Там решалось много опросов. И один, а понятно, что одно дело там бумага, другое дело здание, а третье дело власть и обеспечение, да. Вот, то есть жрецов, а им куда-нибудь иваться. И вот вы можете представить себе, вот точно так, как наши партийные руководители в позднее советское время и в пересторочные, они нас призывали, не жалея себя строить светлое будущее, там, понимаете, как последнюю рубаху отдавать. Вот, и как только все это навернулось, оказалось, что, да, они уже все бизнесмены. И все, кого раньше схожали за спекуляцию цеховики и прочее, осуждаемые по своему поведению антиобщественному, да, вот, люди и целые слои, они, теперь оказалось, что они молодцы, они герои, но самое главное, те, кто призывал простой народ к строительству омунизма, да, вот, светлого будущего, те почему-то оказались впереди бегущих за русскими ценностями, вот. А мы все оказались глупцами и дураками, в конце концов. Ну, нет, ну, не глупцами, дураками, просто немножко не сориентировались или не было возможности даже сориентироваться? Да, у нас даже не было возможности. А у них такая возможность была. Вот на Никийском соборе точно так же, там же присутствовали священники всех религий. Их же всех собрали, ну, просто уверены, что там не присутствовали одни только христианские епископы, да, вот, потому что со всех уголков Римской империи там приехали. Вот, и они там быстренько договорились, какой у них будет ранжир, какое будет обеспечение, кому какие земли достаются, где паства. А вот, Никийский собор, как мы говорим, на ходу переобулись в прыжке. И после этого были утверждены... Дружно проголосовали за... Дружно проголосовали за, естественно, за единую форму одежды, за погоны, ну, как положено, понимаете, как вот, знаете, различия там, вот. Вот, Никийский собор надо нам... Мы с вами с этой стороны рассматриваем, мы с другой стороны его не рассматриваем. А он, фактически, это был первый партийный съезд, да, вот так скажем, официальный в государстве. А вот, это был вот Никийский собор. Религиозный партий. Да, значит... Точнее, это, скажем, религиозно-политический. Почему мы считаем, что вот закончился тысячелетний период силового управления народами и начался библейский период, да, скажем так? Ну, силы никуда не делали. Да, появился другой рычаг управления. Да, не стало единственное, абсолютно. Потому что вы же понимаете, что, например, мы не говорили в прошлой передаче об этом, что, например, самое простое, летоисчисление появилось снова. До Рождества Христова и после Рождества Христова, да? Да, понятно. Уже мало народов, которые вели летоисчисление от сотворения мира. Мы вели, иудеи вели, а вот кто-то вёл ещё там. Но все остальные, естественно, до и после. Значит, и такой момент достаточно тонкий. Дело в том, что раньше, когда люди умирали, их сжигали. Вот. Каких-то особо важных персон, там, скажем, у иудеев относили в пещеры, там, да, вот. Кому-то делают, возводили, там, пирамиды, пашни, может быть, там, да, но сжигали. Потому что через огонь уходило всё, да. Понимаете, как, вот тут мы, опять-таки, я говорю, переходим в некую такую область, но мы не можем её не затронуть. Область мистики и эзотерики. Просто потому, что вы же все прекрасно понимаете, что все эти законы, что похоронили, там, на третий день, там, да, 9 дней, 40 дней, душа, там, всё это так. И вы тоже все ездите на кладбище. И вы понимаете, что над кладбищами, даже вот мы все атеисты, да, понятно, воспитанные. Тухи отрицания, в своё время отрицания, там, Бога, ещё чего там. Может, и всем, абсолютно большинство. Да, абсолютно большинство. И то мы же с вами понимаем, что кладбище – это особое место. Там чьи-то души летают, чьи-то души застряли, знаете, как вот. Ну, не магазин продовольственный, да, вот, кладбище. Поэтому есть вполне определённое понимание, что, когда писалось христианство, эта часть была специально придумана, чтобы людей хоронили, а не сжигали. Чтобы можно было продолжать удерживать души. Зачем это надо? В чьих это интересах, не наша тема, вот, но мы просто констатируем факт, что изменилось даже механизм ухода человека, физического его состояния. Ну, похоронный обряд просто изменился. Похоронный обряд изменился. А это, между прочим, изменяется, там, не знаю, тысячелетиями не меняется. Всё, понимаете, вот он здесь жил, ходил, дышал, вот его тело, да, и вот он умирает, его сжигает, всё улетает, и душа, понимаете, как. И тут сказали, нет, вот его в землю, и давайте, пожалуйста, другие обряды. Вот, просто призываем вас об этом подумать или на это обратить внимание. Да, это, пожалуй, важнейшее изменение в жизни общества. Значит, это, да, да, да. Значит, ещё один, ещё один интереснейший момент. Ну, интереснейший момент. Значит, игральные карты. Игральные карты, значит, их не было никогда. И мы знаем, что карты Таро, это даже не карты, а это пластинки для гадания. Это была прерогатива египетских шрецов, ну, колдунов там, как угодно называть. Да, кстати, именно христианская религия, ещё один элемент, она стала абсолютно однозначно противницей всего магического, колдовского, стала это отрицать, на это начались гонения, вот. А как раз это свидетельствует, тоже без особых продолжительных комментариев, это свидетельствует о том, что всех ниже стоящих нужно было убедить, что агия, ну, колдовство там или ещё какие-то экстрасенсорные способности, силы, тонкие энергии, это всё от лукавого, вот, и, пожалуйста, вот, будьте любезны, молитесь, верьте, смотрите на небо, а вот в это волшебные какие-то дела не суетесь, вот, да. Теперь вернёмся к картам Таро. Значит, они были для гадания, и, естественно, что египетские, халилонские шрецы, и прекрасно ими управлялись, вот. Значит, но насколько нужно было взломать действительность, предоставив людям христианство, а понятно, что невозможно было столько книг написать, невозможно было настолько быстро это распространить, а нужно было быстрое действие, да. Вот, что уникальное просто, Владимир, просто вот я считаю, что это настолько гениальное изобретение, это вот математика, космогония, я не знаю. Подмена. Вот, я стал разбираться... Вытеснение одного предмета другим предметом, безопасным для вытесняющего. Я стал разбираться, и смотрите, что я нашёл. Значит, игральные карты были придуманы как абсолютно безобидный, но совершенно понятный символ новой религии, христианства, которые можно было бы легко, быстро сделать, раздать всем рабам. Понимаете как? Все же слышали, что там где-то наверху играют, не то, что играют, раскладывают карты. Раскладывают карты. Зачем? Никто точно, ну или мало кто знал, как они выглядели, приблизительно слышали. Кто же нас, кто знал, да. От прислуги слышали, как выглядели. Вот, и все, конечно, хотели, потому что раз наверху там пользуются, что и нам надо. Раз верховные шрицы этим... И просто элита. Пользуются, да, и просто элита, понимаете? Значит, и остальным надо, учатся, учатся. И им дали то, что они хотели. Это вот как раз-таки принцип. Но немножко не то. Кто был не кем, тот станет всем. Все захотели стать как элиты, шрицы с картами. Вот, но, значит... Картишки раскинуть. Да, а что было сделано? Значит, у нас есть четыре мастерства. Они одна. Черви. Это у нас сердце Христа. Пики. Это у нас... Копье судьбы. Пика, да. На самом деле это копье судьбы, но официально считают, что это пика, который легионер проткнул сердце Христа, чтобы облечить ему страдание. Ну, рефы. Это, понятно, сам крест, на котором спасителя распряли. И пубны. Это не щит легионера, потому что щиты легионера были прямоугольные, да? Мы с вами знаем. А это щит, защита раба от внешних обстоятельств и неурядец судьбы. Вот. Значит, у нас там с вами от двойки до куза 52 карты. Очень интересно. Я же говорю, это вот когда начали разбираться. 52 карты. От шестерок и вниз это все рабы. От шестерок и вверх это все свободные. А вот, понятно, что альты у нас как бы слуги. Дворяне имеется в виду. Дамы это у нас дамы-элиты. Короли понятно, что. А туз, туз. Как он назывался? Ас. Мелкая римская монета. Отсюда слово асы, профессионалы, да? Имейте в виду, что здесь можно провести лингвистическую... Не надо путать пока со словом ас, который я у других сельских народов. Да, 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 да. Вот. И вот... Иногда одинаково звучащие слова означает совершенно разные вещи. Совершенно разные вещи. Но на карте был изображен один элемент. Как одна монета ас. И как вы понимаете, туз вроде один, но он не ниже двойки стоит, а он стоит на самом верху. Именно поэтому во время войны на своих самолетах рисовали именно тузы. Тузы, да. Это означало, что это летчик ас. Это вот... Да, а в картах это была такая превратность судьбы. Вроде должна быть самая мелкая карта, а она стоит выше всех. Понимаете как? Вот. Значит, еще две карты были. Именно две. Мы догадываемся, что это Джокер. Понимаете как? Вот. И вы сейчас видите, что Джокеры они это вот такой злой насмешник. Шут. А раньше там был дьявол. Почему? Потому что очень искусственно тонко это было сделано. То есть понимаете, эта карта бьет все. Это твой счастливый случай. Но через эту карту в голову людям внедрялась мысль, что счастливый случай тебе предоставляет не Бог. От лукавого. А дьявол. От лукавого. А почему две карты? Да потому что играют двое. Минимум двое. Один не может играть. Понимаете как? Идет общение. Общение. Усаника, да. Но это извращение. А вот. И Козыри. А Козыри считалось, что это вот Господь тебе дорожку дает во время игры, чтобы ты вот мог выигрывать. Понимаете как? То есть если ты будешь ему предан, вот, тебе будет приходить зря. Естественно все. И ты будешь быстрее двигаться. Понимаешь? По жизни. В общем, когда с картами разбираешься, но они, карты появились тогда. И карты захватили всю Римскую империю. Вот. И основная игра была у рабов. Не домино, которые там не шахматы, понятное дело, а именно карты. И карты давали возможность рабам самим своим фактам игры подняться, но на уровень элиты. На уровень посвященных, скажем так. Вот такой момент. Имейте ввиду. И последнее на сегодня, что я бы хотел сказать, но очень важно. Значит, мы говорили с вами о том, что человек может планировать на 10-15, не может на 3 лет планировать. А поскольку эти ребята наши, они живут и по 200, и по 300 и больше лет, то у них горизонт планирования в столетии. Поэтому один из смыслов нашей перфокарты заключается в том, что люди в основном проводят факторный анализ, они анализируют какие-то события отдельные. И даже когда они анализируют события на протяжении 10 лет или 15 лет, даже 50, 10. Это не то. Чтобы вам было удобнее и правильнее, мы применили другой способ анализа. Большой видится на расстоянии. 500 лет, понимаете, как под тысячи лет. И сразу все начало становиться на свои места. Начинают быть видны эти комбинации. Значит, последний элемент, который я вам хочу сегодня рассказать, это достаточно необычный. битвич это первое государство, которое это то, как армяне стали христианами. Значит, про армян понятно, почему, да, Вальтер у нас все-таки принадлежит армянскому этносу, хотя человек русской культуры. Как получилось. Вот, и, значит, я абсолютно убежден, что это была, как я называю, операция под кодовым названием Григорий Просветитель. Вот так вот мы это назовем. Многие, наверное, знают, кто не знает, значит, армяне между собой иногда друг друга называют там, мы армяне григоряне. Это не от фамилии григорян, и они неправильно говорят, многие, а армяне григоряне, то есть основатель армянской апостольской церкви святой Григорий. Значит, но ситуация, я считаю, что это абсолютно, вот если смотреть, на протяжении полутора тысяч лет, это вот был подарок от наших ребят, такая, знаете, чаша с ядом, отравленный плод такой, вот, для меня, судя по тому, как это все разгревалось, ну, какой-то токсичный подарок. Значит, мы говорили о том, что ребята очень злопамятные, они никому ничего не забывают, и вы помните, мы говорили о том, что когда они гонялись за каннибалом, кстати, слушай, а вот ганнибал и каннибал, это одно и то же слово практически. Ну, поскольку термины придумывали английские мореплаватели, то почему-то у меня нет. Меня терзает такая гнусная догадка, что это вот именно поэтому так и они взяли и назвали так. Уж очень он им насолил, вот, видать, и они очень хотели его ославить. Да, вот. А царь Арташист Первый им этого сделать не дал. Вот. Мы вам покажем карту и вот настало время чуть-чуть расплатиться этим ребятам за обиды, нанесенные им когда-то. неучтивым царем армян. Неучтивым вот этот армян. Значит, на самом деле мы вам покажем карту и вы увидите, что вся территория Ближнего Востока она была огнепоклонниками. Керсы, армяне, арабы все были огнепоклонниками. 2000 лет назад. 2000 лет назад, да. Это было 2000 лет назад. И вот когда наши ребята увидели, что в принципе нормально получается христианской религией осваивать, подавлять население, связывать его, понимаете, с этой новой религией, вот, я так думаю, что было принято решение, а давайте-ка мы на комнате опробуем, опробуем. Ну, просто, чтобы было понятно, да. Армяне приняли как государство, первое государство в мире, кто принял христианство на уровне государственной религии, это была Армения. В 301 году нашей эры. А потом, когда посмотрели, что, о, слушай, вполне нормально все получается. Ну, и, соответственно, Константин Флавий в 313 году совершенно спокойно то же самое объявил на всю империю, да, вот. Но то, как это происходило в Армении, это прям вот спецоперация, причем одна из уже хорошо отработанных операций. Я вам буду сейчас вот рассказывать элементы, а вы просто поймете, что сегодняшние там международные провокации, какие-то необычные события, военные вторжения, это все было отработано очень давно. В свое время они, почему мы тогда называли, да, что города, государства, реческие полисы, они очень там капризные, свои равные, вот они там это отрабатывали, понимаете-ка. Вот. Смотрите, покажем карту, покажем территорию распространения огнепоклонства и государства. И будет понятно, что вот тут вот была Воспочная Римская империя, да, вот, везде были огнепоклонники, вот, и почему-то, значит, вдруг армяне решили всем государством принять христианство. Вот. А там как раз получилось так, что, значит, Хосров второй поправил Армении, а там же очень близкие связи с арфянами, с персами, вот, и у него были, конечно, приближенные там, арестак караты, и была семья парфянская семья, да, Аллах или Аллах, это просто ветвь царской фамилии парфянской, да, вот. Парфянского царства к этому времени не было. Да, но они уже были у персов, и распространились все, они жили. Вот, значит, это была младшая ветвь, Аршак первый основатель парфянского царства, а все его дети, они разошлись. То есть, одна ветвь была Аршакиды в Армении, Аршакуни были в будущей Грузии, которой была Иберия, Араншахи они были на территории сегодняшнего Азербайджана, вот, албанцами, как бы, руководили. Это была такая панаршакская семейная морская федерация, да, вот, и тут происходит необычный такой момент, что вот этот вот Алан или Анак, он убивает Хосрова Второго. Ну, хотел власть взять в свои руки, наверное, что-то такое, вот, переворот, значит, но не получилось, вернее, убить, убил, не получилось, значит, всю семью арфианского аристократа в Герезале, и вот только армилица христианка смогла спасти маленького Григория и утащить его, значит, в Кесарию Кападокийскую, где его воспитали в духе христианства. То есть, то, что я вам рассказываю, это потом мы дальше будем с Владимиром в других передачах рассказывать и увидите, что многие такие элементы, которые начинаются в истории, они очень легендированы, то есть, вполне подготовленная, но абсолютно по определенной логике составлена легенда о человеке или о событии, ну, как вот у нас легенда разведки, там, знаете, легенда должна быть, вот, и тут происходят совершенно такие необычные вещи. Григорий вырос, а и почему-то, и почему-то он уехал в Рим, где в Риме находился Твердат, сын убитого царя Хосрола. Обратите внимание, значит, где Армения, где Рим, мы покажем, на карте, самолетов, напоминаю, не было, там быстрее было добежать до Константинополя, но почему-то вот воспитанный католиками, христианами Григорий оказался в Риме, где он поступил на службу ни много ни мало к тому самому Тердату, вот, как написано в истории, желая усердной службы заглазить ину своего отца, вот, а дальше происходит потрясающая вещь, нам с вами уже эти, эти, техника политических переворотов достаточно известна, Тердат получает в Риме, в Риме, повторюсь, получает войска в свое распоряжение, и, значит, сильный Рим, как бы, сильный старший партнер, он, значит, помогает обиженному младшему партнеру восстановить справедливость, Тердат приходит в Армению, значит, и, значит, возвращает себе трон, и становится Тердатом третьим, понимаете, как, но ведь не просто так было, значит, Григорий приехал, он еще привез с собой очень много артефактов христианских, ну, якобы легенда говорит, что они там решили помолиться, Тердат был огнепоклонником, а Григорий отказался, а лица Тердат его, значит, засадил в темницу, для, ну, чтобы он умер, понимаете, для вареных, но сам при этом как-то зверски заболел, никто его не мог вылечить, и сестра Тердата, значит, увидела сон, что только вот христианин близкий к нему может его вылечить, значит, Тердат вспомнил про Григория, Григория вытащили, и он, значит, молитвами его вылечил. Слава Богу, и Тердат после этого решил, что да, всем нужно перейти в христианскую эфиру, и таким вот нехитрым способом, в два хода, как говорит легенда, значит, Армения приняла по желанию и указу Тердата третьего христианства. Понял, что на этом дело закончилось. На Никейский собор, на Никейский собор Григория точно так же пригласили, но Григорий не смог приехать по каким-то причинам, значит, поехал сын и его напарник, партнер сына, да, и тоже такой интересный момент. Значит, Григорий начинает, в тридцать первом году было принято христианство в Армении, а в тридцать третьем году Григорий начинает строить знаменитый, ну, все знаете, Эчмиадзин, что в переводе означает Сашел Единородный. Почему? Потому что на самом деле должна была быть у армян, если приняли, значит, какая-то своя соборная церковь, где должны были храниться те самые артефакты, которые Григорий привез из Рима. Вот, да, ну и, соответственно, Григория рукоположили, он стал первым католикосом всех армян, и, кстати, вот тут очень похоже на то, что было в других религиях языческих, да, в гавилонских, египетских, значит, на протяжении там двухста лет всеми католикосами были его дети и внуки, то есть одна семья была. Наследственная католикоса. Главы армянской церкви, они были вот из семьи Григория Просветителя. Это то же самое, что было в Египте, в гавилоне, в семейственности, в этом теле. Ну, а там уже, а там уже, а там уже, значит, Григорий после Никиевского собора, он сына-то отправил, не для того, что он не смог формально, а чтобы на первом партийно-производском обещании, он-то уходящее лицо религиозное, да, хоть и уже намного известное, авторитетное, чтобы как бы общество будущих иерархов христианской церкви приняло его сына. Он ввел сына. его ввел, правильно, правильно, он его просто ввел в это общество, а сам он в 25-м году удалился, в 26-м он умер. Значит, что интересно, что интересно, Григорий же был парфянин, да, он до последнего в жизни и семья его осталась, а он не был армянином, да, а вот. Значит, кто почитает святого Григория? Именно вот того, кто принес армянам христианство. Армянская церковь, понятно, значит, католическая церковь, понятно, русская православная церковь, понятно, что греческая и все другие, да, церкви, и ангеликанская церковь тоже его воспринимает как святого. Интересно. Да. Вот, почему, почему я сказал, что это чаша с ядом, отравленный плод и тактичный, и токсичный подарок? Понятно, что на протяжении следующего полутора тысяч лет армяне были, в Библии была написана корреческая, потом ее, конечно, перевели на латинский, и вот третий язык, на котором появилась Библия, был армянский. Понятно, что армяне много для этого сделали, для распространения, они даже свою письменность, да, вот, сделали, чтобы можно было быстро для всего народа написать Библию, и армянский язык на протяжении вот этих полутора тысяч лет под плотным прессом мусульман, он сохранялся именно потому, что армяне все, в каждом доме была Библия на армянском языке, язык не забывался никогда, и именно через Библию, да, вот, но чаша с ядом, потому что сколько, сколько армянам удалось потом вынести, претерпеть от всех этих притеснений религиозных, да, вот, хорошо расплатились ребята за ну, мы знаем, что Армения это было большое государство, которое даже Рим не смог полностью починить, это было не армян, а с Римом был договор. фактически империя такая большая довольно, это не тот отрывок, который сейчас, да, да, маленький, где-то в горах, это было большое, большое, большое государство, и вот с этого момента это большое государство начало терять свои территории. Очень быстро. Да, теряло, 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 и в конечном итоге превратилось в то, что мы сейчас мы наблюдаем. Вот, поэтому я и, это моя левитичная позиция, но просматривая полутора тысячелетнюю историю Армении, я могу сказать, я могу сказать, что это был, это был, конечно, отравленный подарок, который сказался не сразу. и как мы потом увидим, то же самое происходило со всеми остальными странами, где христианство становилось государственной религией. В конечном итоге они, то есть они с этого момента начинали терять свои территории, в конечном итоге либо исчезали совсем, либо потенциал развития пропадал. потенциал развития и они в конечном итоге превращались, ну Россия вот разрезана на несколько частей оказалось и прекратилось существование Российской империи. Армения превратилась из Великого Царства, которое с Римом имело такие партнерские отношения договорные, превратилась в крошечное, зажатое в горах региональное страну без выхода к морю даже. Ну вот это все, что мы сегодня хотели вам рассказать. Нет, можно рассказать много, но это самое, на наш взгляд, это самое интересное, самое важное по поводу христианства и вот этого подарка, который наши ребята сделали. Первых столетий христианства. Первых столетий христианства. Да, уже с момента и от момента некоторое время после принятия его официально в Римской империи. Да. Так, ну, на сегодня достаточно. Конечно. Спасибо всем за просмотр. Спасибо. Мы очень ждем ваших вопросов, комментариев и замечаний. Я, замечания, я, к сожалению, на Ютьюбе при модерации ставить, я не сразу это просматриваю, если кто-то что-то пишет, оно потом появится через какое-то время. Не думайте, что мы игнорируем. Мы не игнорируем, просто только монтаж этого ролика занимает пару часов, как минимум, потом еще, помимо записи и подготовки, конечно. То есть, это такая серьезная работа и на комментарии просмотрах не остается времени. А без модерации я считаю, что по мойку я не хочу делать в своем канале. В своем канале. пока все стоит на премодерации, так в ближайшее время и останется. Всем спасибо. В студии Арии ТВ были Владимир Ануфеев и Вальтер Аваков. До новых встреч. Спасибо большое. Всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok